А вот какие меры предпринимать по отношению к самим коммунальщикам, когда они не своевременно, а порой и не совсем качественно выполняют свою работу? Таким вопросом задались жители дома номер 44 по улице Высоцкого. А еще собственников очень волнует, кто заплатит за кубометры воды, которая три недели била ключом перед фасадом многоэтажки. Именно столько времени потребовалось энергогаз в Ноябрьску, чтобы ликвидировать порыв возле здания. Впервые, говорят жители района, заявку они подали еще 21 января. Уже три недели назад, во-первых, образовалась лужа, и эта лужа начала распространяться вплоть до дороги. Нас погоняли туда-сюда, естественно, звонили и ходили сколько. При морозах замерзала эта вода, люди падали, детки тоже. Устранять порыв коммунальщикам пришлось в два захода. Работы начались во вторник, 12 февраля, а завершились сегодня. Что касается того, кому в итоге выставят счет за пролитые в пустую литры, поставщик ресурсов сегодня однозначно заявил, жители не заплатят за них ни копейки. И вот, что в энергогаз в Ноябрьске сегодня рассказали по поводу того, почему так долго авария на теплосетях не была ликвидирована. Одномоментно устранить сразу все технологические нарушения в городе наши специалисты просто физически не в силах. Естественно, в первую очередь устраняются самые серьезные и более крупные. Ну а что касается седьмого микрорайона, то порыв на Высоцкого изначально не был таким критичным, там не было угрожающего разлива. Он находился под контролем наших служб и как бы просто ждал своей очереди. Ну и кроме того, наши специалисты все-таки ориентируются на прогноз погоды, потому что, например, для устранения этого нарушения пришлось отключать половину микрорайона и два детских сада. И, естественно, пережить отключение отопления и горячей воды сравнительно проще, скажем, в минус 10, чем при минус 20.